МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. Сегодня в нашей стране отмечается День флага. Этот праздник появился лишь последние 20 лет. Однако горделивый триколор создал ещё Пётр I. За бурную историю страны флаг не раз был попран и его статус менялся. Прежде чем в 1991 году он звился над Кремлём, торжествуя свою победу. Белая полоса символизирует свободу страны от вражеских интервентов, чистоту помыслов народа и его право на самоопределение. Синяя полоса является знаком божественного присутствия и покровительства Богоматери, а красная – силу государственной власти и непобедимость армии. Только та страна имеет будущее, которая свято чтит свои государственные символы, имеет исторически обусловленный флаг и гордится им. В Смоленской области для народных дружинников разработана система поощрения и стимулирования. Например, в Смоленске, Вяземском и Рословском районах предусмотрено выделение денежных средств членам народных дружин. А у нас в Десногорске дружинники могут посещать спортивные секции бесплатно и выбирать для своих детей любое дошкольное учреждение вне зависимости от места проживания. С 1 августа в Смоленской области страховые пенсии работающим пенсионерам перерасчитали. О том, кто получит прибавку, вы узнаете в нашем сюжете. Пенсии в России в последнее время меняются три раза в год. С февраля повышаются страховые пенсии, с апреля индексируются социальные, а с 1 августа происходит перерасчёт доплат работающим пенсионерам. В 2015 году, как известно, были введены новые правила расчёта пенсии. Существующая система в целом не изменилась. В этом месяце в кошельках у работающих пенсионеров должна появиться дополнительная копеечка. Всем работающим в 2015 году получателям страховой пенсии по возрасту и страховой пенсии по инвалидности с августа текущего года произведён беззаявительный перерасчёт пенсии. Заявительный перерасчёт в 2015 году произошёл с учётом страховых взносов за весь 2015 год и с ограничением суммы прибавки в размере 3 баллов. И сумма не должна превышать 222 рубля 81 копейку. При этом, если вы состоите в трудовых отношениях, сумма к выплате составит 214 рублей 23 копейки. То есть без индексации, которая была у нас с вами в феврале этого года. Эта незначительная прибавка не спасёт даже работающего пенсионера. Инфляция съест всё. Два дня под Смоленском в Гнёздово проходил фестиваль средневековой славянской культуры. В мероприятии принимали участие тематические реконструкторы из регионов России и из-за рубежа, фольклорные музыкальные и танцевальные коллективы. Гости могли бесплатно побывать на экскурсиях и приобрести сувениры на большой ярмарке. В нашем областном центре сделал остановку автопробег, в котором принимают участие граждане из Франции, Австрии, Швейцарии, Украины, Америки, Португалии и Германии. Около 250 человек разных возрастов и профессий прибыли в Смоленск из Москвы, чтобы встретиться с участниками автопробега и обсудить вопросы развития взаимопонимания между странами, налаживания дружеских отношений и сотрудничества. Когда в нашем городе что-то меняется к лучшему, это радует всех. И мы хотим немного поднять вам настроение. Вот так после косметического ремонта преобразился подъезд 16-этажки в третьем микрорайоне. Отремонтировали стены, лестницу, двери, замки, заменили почтовые ящики. И вот система экономичного освещения работает. Вот я сейчас иду в сумерках, и вот сейчас зажёгся свет. А хочется поговорить о хорошем. Мы зашли в подъезд 16-этажки. Он просто сияет новеньким ремонтом. И в кабину лифта зайти очень приятно. Конечно, её саму не поменяли, но сделали такой шикарный ремонт. Теперь здесь даже есть зеркало, кнопочки все целые. Будем надеяться, что в таком состоянии подъезд будет существовать очень долго. Берегите труд. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации для здравоохранения страны закуплено 1317 автомобилей скорой медицинской помощи на 3 миллиарда рублей. Эти машины уже начали поступать в регионы. В Смоленской области досталось 10 автомобилей, из которых 9 – класса «Б» и 1 – переднеприводный класса «С». Прибытие этих машин в регион ожидается 23 августа. По некоторым данным, они будут полностью оснащены всем медицинским оборудованием. Поэтому смогут сразу выйти на дежурство. В области обезвредили более 700 снарядов времён Великой Отечественной войны. Среди них – авиабомбы, реактивные снаряды, миномётные мины, гранаты. Всё это было обнаружено на территории Духовщинского района. Блок криминальных новостей. 24-летнего жителя Смоленского района задержали сразу после попытки перекинуть пакет с наркотиками на территорию исправительного учреждения. Преступление мужчина совершил возле одной из сафоновских колоний. В пакете, который он пытался доставить, в колонию лежали гашиш массой более 35 грамм и амфетамин массой 6 грамм. Как установили полицейские, задержанный ранее неоднократно был судим за кражей и отбывал наказание в этом исправительном учреждении. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Дежурную часть Починковского отдела МВД с заявлением о краже из магазина «Райпо» обратилась заведующая данной торговой точки. Заявительница рассказала, что в выходной день проходила мимо магазина и заметила повреждённое окно. Подробности далее. Прибыв на место происшествия, сыщикам сразу удалось установить личности похитителей. Ими оказались два родственника, которые проживают в деревне Горяны. Подозреваемые дважды похищали продукты питания и алкоголь. Как оказалось, они ранее были судимы за кражи и не имели постоянного источника заработка. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские выяснили, что в начале августа один из подозреваемых уже совершал кражу продуктов из данного магазина. Тогда в отношении 43-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело и избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде. Несмотря на это, мужчина вновь решился на совершение преступления. В этот раз вместе с племянником. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. За минувшую субботу в области произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов. В Сафонове неизвестный автомобиль сбил мотоциклиста и уехал с места происшествия. Водитель двухколёсного транспорта погиб на месте. А в Смоленске мотоциклист врезался в автофургон «Сканя» и тут же загорелся. Водитель скончался до приезда скорой и пожарных. Уважаемые дисногорцы, телекомпания «Десна-ТВ» приглашает всех принять участие в конкурсе «Слава Созидателям». Цель проекта – сохранить для потомков историю развития и становления атомной отрасли. Всех, у кого есть желание участвовать в конкурсе, но нет возможности записать интервью с очевидцем событий строительства Смоленской атомной станции и нашего города, приглашаем к нам в студию, где вам окажут техническую помощь. Подробности о конкурсе вы найдёте на сайте и получите по телефону, который вы видите на экране телевизора. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова